когда мы говорим о каталисмане мы говорим о многих аспектах мы говорим о маркетинге мы говорим о основной аудитории которые будут раскупать игрушки или которые будут пользоваться им вот визуально и тактиль и если если говорить обо мне мне конечно ближе как человек у меня ближе ежик в тумане да из тех многие наверное не понимают про что говорю да это старый советский мультфильм да но если говорить о нынешнем поколении о нынешних поколениях болельщиков которые многие из которых родились уже в этом тысячелетии они воспитаны на человеке-пауке они воспитаны на комиксах и скажем мы должны были удовлетворить и формат англоязычной аудитории европейской 50-процентной латышской составляющей поэтому в компиляции вот такого подхода конечно неуступчивость ежа да и его имя с английского да неуступчивый остриё да спайки остриё испанс это если мне не изменяет память это иголки ежа специфические специфическое название поэтому наверное вот эта неуступчивость это колючесть она характерна для наших команд большей степени для латвии к сожалению для нас к сожалению в последнее время но я думаю что в 21 году мы такие же будем колючие и неуступчивы по отношению ко всем соперникам да и мы подумали что было бы здорово придумать персонажа который понравится и латвийской стране и белорусской и когда мы спроецировали на хоккейную площадку ежа то это просто идеальный образ который характеризует две наши сборные и нашей страны на хоккейной площадке наши сборные трудолюбивые как еж и они могут дать отпор любому соперам я надеюсь что в 2021 году кто-то из них выиграет ну хотелось бы ну пожалуйста парень наверное он наиболее наиболее серьезно подготовлен ко всему по нему и по мускулатуре и по мимике видно что он готов остаться вылить считаю что талисман очень сбалансированный в меру дерзко в меру сильно крепко и при этом с улыбкой современно актуально главное чтобы нашей сборной принес победу вместе с солнцем и солнечной погодой как сегодня хорошо мне нравится крепкий заметный запоминающийся зима еж вроде бы и пугливая такое зверушка но при всем при этом защищен и крепок и умен и норовист я думаю что вполне тем более что хоккей ведь спорта которым нужна и сила и решимость и и вовремя уходить защиту в оборонку поэтому я думаю что этот символ подходящий для чемпионата мира